Друзья, всем большой привет! Ну что, мы возвращаемся к теме Пепси на канале. Ранее я рассказывал, как компания киданула паренька, решившего забрать свой Харьер. А сегодня вы узнаете про еще один, более эпичный фейл от Пепси, а именно про легендарные беспорядки на Филиппинах. Начнем с предыстории. В 1992 году Пепси решила завоевать филиппинский рынок и вытеснить оттуда Кока-Колу. Компания устроила розыгрыш путем размещения номеров под крышками с бутылками Пепси. Схема простая и знакома с жителем многих стран. Вскоре на Филиппинах запускается рекламная кампания под названием Number Fever. Пепси объявила, что будет печатать номера от 1 до 999 под крышками бутылок от Пепси, Севенап и Меринда. Определенные числа можно было обменять на денежные призы, которые варьировались от 100 до 1 миллиона песо, что равнялось почти 40 тысячам долларов США на тот момент. Это были колоссальные деньги, особенно для жителей Филиппин. Многие жители решили принять участие в лотерее, и доля Пепси на рынке стремительно увеличилась до 25%. Это был грандиозный успех для кампании. Каждый вечер по телевидению объявлялся номер, и филиппинцы забирали свои призы. Все довольны и счастливы. Но все изменилось вечером 25 мая, когда в выпуске новостей объявили новый номер, ставший роковым – 349. Дело в том, что вместо двух крышек с указанным номером, из-за ошибки на заводе производителя было напечатано 800 тысяч крышек, правда, без дополнительного кода защиты, необходимого для получения приза. С учетом количества крышек, общая сумма выплат равнялась 32 миллиардам долларов США. Понятное дело, что Пепси не была в состоянии выплатить такую сумму. В тот вечер тысячи филиппинцев обрадовались неожиданному счастью, которое свалилось на их головы, ведь многие скупали бутылки чуть ли не на последние деньги. А теперь представьте, что чувствовали те, у кого оказалось несколько бутылок с заветным номером. В одночасье человек становился миллионером. Тот опланировал купить новый дом, машину, обеспечить обучение своим детям, и пока сотни тысяч жителей благодарили фортуну, в офисе Пепси ломали голову над тем, как выйти из сложившейся ситуации. Изначально компания объявила, что так как на крышках не было кода подтверждения, крышки недействительны. В три часа ночи произошло совещание руководителей, и компания предложила выплатить по 18 долларов каждому обладателю крышки с номером 349 в качестве компенсации. В Пепси рассчитывали, что за компенсацией придет ну максимум пара тысяч человек, но предложение приняли почти 486 тысяч человек, что влетело в копеечку самой Пепси. Компании пришлось выплатить почти 9 миллионов долларов. Но многие филиппинцы уже так сильно почувствовали свою победу, что отказались принять предложение. Они сформировали так называемый Альянс 349, который призывал бойкотировать продукцию Пепси и требовать нормальных выплат. Они митинговали перед зданием правительства Филиппин и офисами Пепси. И если поначалу протесты были более-менее мирными, то позже филиппинцы показали свой взрывной характер. Как минимум 30 грузовиков компании Пепси были забросаны камнями, перевернуты или сожжены. Вооруженные люди бросали в офисы Пепси гранаты и самодельные бомбы. Не обошлось без жертв. Одна из гранат, брошенная в припаркованный грузовик Пепси, отскочила и ранила несколько человек. Руководству компании регулярно прилетали угрозы физической расправы, им пришлось нанимать охрану, а вскоре всех американских сотрудников компании пришлось эвакуировать из страны. Пепси заняла выжидательную позицию и заявила, что не будет потакать вымогательству. Ходили слухи, что компания нанимала наемников, чтобы те устраивали беспорядки и дискредитировали протест. Но ко всем этим рассказам про наемников стоит отнестись с изрядной долей скептицизма. В конечном счете протесты начали постепенно сходить на нет. А вот судебные процессы тянулись годами. Только в 2006 году Филиппинский суд окончательно постановил, что компания не проявляла халатности и не несет ответственность за нанесенный ущерб. Компании пришлось выплатить небольшой штраф Министерству торговли и про эту историю постепенно стали забывать. Хотя кому-то она, можно сказать, сломала жизнь.